Если долго вглядываться в Украину, Украина посмотрит в тебя. И что после этого произойдет, сказать очень и очень трудно. Вот глядя на то, что происходит сейчас в Соединенных Штатах Америки, честно говоря, у меня состояние ощущения дежавю, потому что все это я 22 и позже февраля 2014 года уже в одной стране видел. Я видел, как Верховная Рада Украины чуть ли не на коленях, под дулами автоматов, принимала дурацкие законы и решения. Я видел, как Юрий, господи, прости господи, наем как-то фамилия, депутат от партии регионов, плакал и рассказывал, как ему жалко несчастных повстанцев и какие сволочи эти менты, и говорил, что никогда больше и все остальное. Вот сейчас я смотрю на республиканцев американских, как их начали потихонечку иллюстрировать, а скоро будут кого-то и убивать, самых непокорных. Вот глядя на это, на все, я понимаю, что Америка превращается в Украину февраля 2014 года. С одним из участников тех событий в Верховной Раде и в стране мы сейчас и побеседуем. Наш собеседник Алексей Валерьевич Журавко, народный депутат Украины в недалеком прошлом. Валерич, с Новым Годом, приветствую. Привет, дружище. Да, схожесть есть с тем, что происходит в Америке, есть схожесть. Только единственное, что такое ощущение, как будто был розыгрыш. Ну и все-таки посмотри, как демократы действуют. Ведь они, что-ка у них, будем говорить, авиатура называется, демократы. А на самом деле это фашики, да? Ну, кто бы додумался, как надо поступать еще с ныне действующим президентом Соединенных Штатов Америки. Клад бац по дубам надавали, решетку посадили, за один день нейтрализовали. Фактически президент действующий унизен, растоптан и так далее. Ну, что ж, вот показали на самом деле лицо Америки. Кто там на самом деле правит? И что, и как происходит? Поэтому чему тут удивляться, да? Мы наблюдаем на сегодняшний день. Они кричат, вы равняйтесь на нас. Вы смотрите, у нас же сотни летие там эти законы, никогда они меняются. А у меня спрашивают вопрос, зачем у них учиться? А зачем мы туда смотрим? Слушайте, может, свое надо строить? Может, уже надо заканчивать? Почему они все, что хотят, то и творят, а мы просто-напросто ничего не делаем? Вот у меня вопрос, да? Поэтому в данный момент я-то и раньше знал, что такое Америка и что такое их демократия. Ну, а теперь вы, народ, посмотрите, кого в Россию они тащат со своей демократией, навольнят разных идиотов, безрамотных дебилов, которые разрушают. Вот и они к нам провели революцию, нациков привели, страна разрушена, в огне, зато европейские пенсии, европейские зарплаты, коммунальные услуги у нас европейские, ну и так далее. Давайте, украинцы, продолжайте дальше смотреть на это все. Вот как бы, что я вижу на самом деле, в этом всем бреде сумасшедших я называю. Поэтому, как бы, мне такая демократия не нужна. Ну, а тем временем я вот вспоминаю опять-таки 14-й год, как Виктор Федорович Янукович то прорывался в Крым, то в Харьков куда-то, правда, в Северодонецком там или в каком-то съезде участие принимать, не в Северодонецком, в Харьковском съезде, вот, отказался принимать участие. Но дело в том, что у Трампа, в отличие от Януковича, даже не осталось своих республиканцев Керниса и Добкина, которые смогли бы собрать регионала в каком-нибудь штате Техас и провести там какой-нибудь съезд, хотя бы сымитировать борьбу. Или все-таки у американцев, республиканцев есть шансы сейчас посопротивляться и антимайдан не заглохнет, так как вот он в Капитолии заглох, а на Украине, в Киеве, в свое время антимайдан грохнули и все, и объявили всех преступниками. Давай будем говорить, все-таки там немножко система по-другому выстроена, как бы мы ни хотели. То, что его глушить будут, это стопроцентно, но то, что он открыл ящик Пандоры и несогласных все будет больше и больше, и мы еще посмотрим, что там будет, это факт. То, что они, будем говорить, уже не закроют его движение и ему рот, это тоже уже факт. Пойдут ли они договариваться, демократы, с ним, чтобы как-то стабилизировать эту ситуацию? Вот тут вопрос. Но я думаю, почему-то это не получится. Поэтому дальше это только все будет развиваться и набирать обороты. То, что в ближайшее время, как многие говорят, что Америка рухнет, ну я в это не верю. Алексей Валерьевич, ну я ведь помню, 14-й год, в твоем родном Херсоне даже ты публиковал бигборды, фотографии. Сдай бытового сепаратиста, там, позвони на такие-то телефоны горячей линии СБУ. Сейчас таких бытовых сепаратистов в Америке называют внутренними террористами. И даже самолет сажают, потому что кто-то кому-то пожаловался, что вот люди, которые за Трампа, сидят в соседнем ряду. И этих теток тут же высаживают из самолета. То есть у нас впереди люстрация, мусорные баки. Не у нас, у них, у американцев. Ведь все идет по тому же шаблону, только теперь используются цифровые концлагеря. То есть людей выпиливают отовсюду. А коммуникаций других, кроме как в социальных сетях, нет. И вот этот парле, или как он называется, сеть грохнули. И все остальное прочее. Я думаю, что Дональда Трампа могут вполне... Он не Янукович, он не сбежит в Ростов. Его додавят, добьют. И может даже, ну если и не электрический стул, то сделают так, чтобы он из политики ушел вообще навсегда. И не стал знаменем и символом сопротивления. Слушай, я этого не исключаю. Ты видишь, они... Все, что надо, демократы испытали все на Украине. Вот давай посмотрим. Все, что надо, они испытали там. Ну что, соцсетя не выключали? Выключали. Прокатило-прокатило. Эти тюрмы полицзаключенных сделали, сделали. Будем говорить, как ты говоришь, на сепаратистов стучали, сливали, сдавали издругу, сдавали. Ну что мы будем говорить? А что у нас что ли? Самолет не возвращали? Возвращали. А что у нас, елки-палки, за украинский язык, за русский язык? Не стучали вы издругу, стучали. Поэтому, ну, обкатанная схема, она же работает. Вот и все. У нас-то Украина фактически тот же самый концлагерь, только большой, а за пределами решетки. Мы сегодня это наблюдаем. Просто коронавирус усилил. И как бы границы закрылись. А так, если бы не коронавирус, рано припосле, все равно границы закрылись. Парадоксально, но факт. Алексей Валерьевич, ну, хорошо. Сейчас давай вот по Украине посмотрим. Тут интересная страна UA публикует. В вооруженных силах Украины просят не использовать выражение юго-восток Украины и восток Украины. Я, конечно, все понимаю. Но отменить стороны света, ну, как бы вот... Ну, Украина, она может и закон всемирного притяжения отменить и запретить. Но то, что есть север, юг, запад, восток страны, ну, это запретить нельзя. И вдруг они требуют от СМИ не употреблять таких выражений, как восток или юго-восток Украины. Ну, понимаешь, для меня так даже не философский, а так чисто правильно думать. Юг и восток, и север еще пока никто не отменял. Это раз. Это просто дебилизм. А второе, ну, это те признаки, когда Украина, будем говорить, негласно и неофициально, уже практически по всем параметрам отказывается от Донбасса. Вот это если грубо говорить, так, примитивно. То есть явные признаки, что уже Донбасс им не нужен, мы его и будем дальше глушить, бомбить. Для нас это земляные червяки. Вот это грубо, как бы я сказал. Поэтому, ну, будем говорить, это все в добру не доведет, не доведет. И они этим углубляют раскол. Понимаешь? Ну, хорошо. Завтрашний день, в который заглянуть могут не только лишь все, а мы попытаемся заглянуть. Джозеф Байден пришел к власти. Но не он, а та команда, которая реконструирует режим Обамы и все, что с этим было связано. Только на новом витке, уже более жестком. Эта команда, ведь она по Украине сейчас или жахнет, или, как некоторые говорят, будет договариваться с Россией, потому что договор об ограничениях стратегических вооружений надо подписывать, продлевать и так далее. Вот твое видение, что будут делать американцы на Украине в антирусском направлении? Ну, смотри, дело в том, что ястребов всех, которых Трамп убрал на сегодняшний день, они все возвращаются. Это люди войны, а особенно провокации против России. То есть, что я понимаю? Что Украину дальше будут вести против России, да, как таран. И для того, чтобы его, Россию обезвоживать, чтобы Россия постоянно тратилась, затраты имели и так далее. Второе. Ну, независимо от обстоятельств, то есть, посмотрите, еще не объявили Джо Байдена, да, а уже на сегодняшний день обстрелы усилились. А это по вооружению преодолели. Поэтому, как бы, оно уже явно и понятно, что ничего хорошего от нового президента Байдена, от его команды, ну, нечего тут говорить, понимаешь? И не ждать даже хорошего нельзя. А что-то надо готовиться, как говорится, к худшему. Я на сегодняшний момент не вижу, понимаешь? И не надо привязывать стратегические вопросы, там, ядерных ракет, расширения, нерасширения, уменьшения, неуменьшения. Я бы не привязывал. Цель определена. Разорвать к чертовой матери Россию. Уничтожить Белоруссию как союзника. Украину довести до такого, что украинцы ненавидели настолько, что, ну, только зачистка может подойти к тому, чтобы на сегодняшний день можно было как-то совладать с Украиной, да? Поэтому в данный момент этой команде новой это будет неинтересно. Ну, а следующее я тебе могу сказать. Ну, что бы Россия ни делала, что бы она ни предлагала, она будет виновата. Виновата, потому что засилие русофобов и ястребов в Америке, которые против России, их все больше и больше становится. Это на самом деле так. Единственное, что, ну, упускаем мы время, это мое личное мнение, это если по Украине. А сторонники там наши есть. И с той гнилью, которая там происходит, надо тоже бороться ее вычищать. Да, вот эти конюшни, которые там образовались. Как бы мы ни хотели, там разные по-разному кричат, нацистов мало, там их мюзер, там их быстро они там побегут. Слушайте, ну, и старый хлам, он смотри, что на Донбассе творит. Сколько людей гильдов, металлолом. Какого года он произведен? 82-го, 76-го, 92-го года производства оружия. Но оно стреляет до сих пор. Оно ж убивает, калечит. И человеческие судьбы убивают. Как бы мы ни хотели, оно все равно будет стрелять. А с этим надо что-то делать. А поколение-то меняется. А поколение на чем взращивается? Ты посмотри, какие программы они вводят в Украине. Откуда это идет? От американцев, от Евросоюза идет. Поэтому все равно сторонников нацистской идеологии и русофобской идеологии, их становится больше. Поэтому мне надо стесняться, надо говорить, это война. Война идеологии, белая, черная. Поэтому мы на стане добра, мы должны победить. Вот как с этим жить? Что с этим делать? Смотреть ли дальше американцам в зубы? Говорят, вы нам по одной щеке, потом по второй. А мы вам благодарны. А мы наши партнеры. А мы вас любим. Ну мы долюбимся. Мы допартнерствуемся с ними. Они нам еще такое устроят. Что мы маме. Я, конечно, понимаю, там геополитические события, там, связанные с газовой трубой, там, будем говорить, еще северный поток, там, южный поток и так далее. Я это понимаю. Ну, поверь мне. Все уже прописано. Программа уничтожения России, Украины, Белоруссии, постсоветского пространства. Она же работает. Все это написано. Ну, давайте смотреть дальше. Чем это закончится? Ну, заканчиваю разговор. Не могу не вспомнить документы, которые недавно озвучивали аль-Каиды. Там был такой вариант, надо срочно убить Барака Обаму, потому что вице-президент Байден станет тогда президентом, а он полный этот самый, в общем, не буду говорить кто. И как только Байден станет исполнять обязанности президента, Америке кирдык, как говорил один наш персонаж. И вот сейчас американцы, не дожидаясь убийства Обамы, точнее, они сами себе выбрали Байдена для того, чтобы этот самый кирдык ускорить. Я на это, во всяком случае, рассчитываю, потому что чем сильнее они натянут эту тетиву, тем больше шансов, что она все-таки не выстрелит, а ловнет и ударит самого лучника по мордасам. Алексей Валерьевич, спасибо тебе огромное, очень рад был с тобой пообщаться, у нас сегодня с тобой первый такой эфир в новом году. Желаю нам всем продолжить общение, в том числе пока еще и на этих платформах, которые американцы пока у нас не отобрали и не выпилили нас отсюда так, как Дональда твоего Трампа. Спасибо большое, до встречи. Спасибо, до свидания. Итак, подошла к концу эта программа, спасибо всем за внимание, скоро вернемся и продолжим, пока.